Слава Иисусу Христу! Слава Богу Святому! Дорогие друзья, братья и сестры, всех приветствую и благословляю именем Иисуса Христа из города Санкт-Петербурга. Я молюсь в эти дни за Израиль, за Иерусалим, потому что вчера мы церковно праздновали День независимости Израиля, присоединяясь к празднованию евреями, неевреями, всеми людьми доброй воли. Слава Богу! Все, кто чтит Слово Божье как Библию, Библию как Божье Слово, Слово Божье как именно пророческое Слово, конечно же, дорожит этим праздником, потому что Бог доказал в 1948 году, 14 мая, доказал верность своему Слову, своим обетованиям, совершив чудо восстановления, возрождения государства еврейского. И притом большей частью через людей нерелигиозных совершенно. Знаете ли, в этом еще больше величие и чудо Божье. Если дети замолчат, как было сказано Мессии и Ишуа, то камни возобьют. Если дети Божьи, если те, кто призваны непосредственно говорить, они молчат, то даже камень это образ неверующего, невозрожденного человека. Бог может из камней сих детей Аврааму поднять Мессии, говорил. Вы знаете ли, прикрещение. Так вот, и действительно, сегодня мы благодарим Бога за чудо возрождения Израиля. И в преддверии также в этом месяце Ияре, в мае месяце, мы будем праздновать и день Иерусалима и ликовать, благодарить Бога за столицу Израиля. С самого 1967 года, после шестидневной войны, Израиль вновь обрел Иерусалим, как свою столицу, родную столицу. И это великое чудо. В месяце Ияре, дамы и господа, братья и сестры, таким образом, два великих празднества в 20-м столетии возникло. Два великих праздника не только еврейского календаря, Библии, два великих праздника Божьего Слова. Это возрождение Израиля и возрождение Иерусалима. Израиль снова еврейская страна, земля, обетованная Богом самим, и Иерусалим снова столица еврейского государства. Друзья, это великое чудо. Тысячелетия, почти два тысячелетия, это казалось просто на грани фантастики или за пределами фантастики. Многие люди, и евреи, и неевреи, отказывались верить в возможность исполнения этих просто пророчеств, обетований. Но, дамы и господа, братья и сестры, эта сказка, казалось бы, она стала явью, она стала реальностью. И благодарность Богу за все это. Да благоставит Тебя Господь, Иерусалим, Израиль, и на всех вас пою это благоставение. Да благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Санкт-Петербурга, северной столицы, на берегах Невы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Всех вас приветствую, благоставляю, дорогие евреи, неевреи, всех обнимаю, благоставляю во имя Мессии Иишуа, Христа Иисуса. Аминь. Сегодня уже 2 мая 2017 года, а по библейскому летоисчислению еврейского календаря уже 6 ияра, 5777 года. Мир всем вам, дорогие друзья! Шалом! Мир всем! Шалом! Шалом! Аллилуйя!